Всем привет! Меня зовут Анастасия Шаклейна, я представляю туристическую компанию Авиафлот. И сегодня я расскажу про несколько отелей в Черногории. Недавно я вернулась в Черногории. Мы смотрели очень много отелей, курортных зон, территорий, пробовали кухню отелей. И сегодня я расскажу про несколько, которые очень мне понравились, и я рекомендую их посетить. И начнем с первого отеля. Называется он Палас, находится в Петровац. Отель расположен в бухте Петровац, прямо на самом берегу моря, откуда открывается потрясающий вид на два острова Катич и Святого Воскресения. До моря около 30 метров. Вообще сам отель расположен в 18 километрах от Будве. И расстояние от аэропорта Тива 42 километра. Очень хорошее питание понравилось в отеле. Мы неоднократно там останавливались и кушали. Потрясающий ресторан. Открывается невероятный красивый вид на ухоженный сад и на море. Только посмотрите, какая классная территория и какой потрясающий вид открывается с отеля. Как вы можете увидеть, номера здесь очень хорошие, достаточно обновленные практически все, с хорошим видом. Либо на сад, либо на территорию, либо на море. Поэтому отель мне очень-очень понравился, рекомендую. И следующий отель это Вилла Олива. По мне это тихий, спокойный, такой уединенный отдых. Расположен в тихом месте. Вокруг горы огромная территория зеленая, которая утопает в зелени. Как я уже сказала, отель находится в тихом районе среди густой средиземноморской растительности и реликтовой оливковой рощи. Вообще есть основное здание и 11 вилл. Это крупнейший туристический комплекс в Петровадсе и один из самых больших на Черноморском побережье Бодванской ривьеры Адриатики. В отеле два огромных бассейна, детская площадка, ресторан и аперитив-бар. Пляж расположен 80 метров от отеля, 600 метров песчаного пляжа Петровадса. И следующий отель это Медитеран Вельнес Конгресс Центр. По мне, это такой отель, где можно совместить сразу работу и отдых. Отель располагает для проведения совещаний, деловых встреч, а после работы можно отдохнуть в прекрасном спа-центре. Отель принадлежит к цепочке одних из самых лучших отелей Черногории. Расположен в современном туристическом местечке Бечичи, в 100 метрах от берега моря. В отеле вы можете забронировать как просто завтрак, завтрак-ужин, либо все включено. Немножечко расскажу про пляж. Отель располагает собственным. То есть это на редкость, что у отеля есть собственная часть на пляже. Так вот здесь есть собственный мелкогалечный пляж. И следующий отель, который мне очень понравился, называется On Splendid Conference. Это первый отель, который получил категорию 5 звезд. Такого европейского стиля отель. На его территории расположен крупнейший на всем побережье Вельнес Центр. Отель рекомендуется все-таки для семейного отдыха и взыскательных клиентов, а также для проведения деловых мероприятий и конференций. Расположен он в Бечиче. Для любителей казино я рекомендую отправиться именно в этот отель. Тут огромная игровая площадка. Что касается пляжа и моря, то море буквально перед вами. 20 метров и вы на широком песчаном пляже. До Будвы примерно 20 километров. Также и для детей будет чем заняться. Здесь есть детский бассейн, детский клуб, замок для детей от 3 лет. И услуги няни. Развлечения могут быть абсолютно разные. Баскетбольная площадка, бадминтон. И также здесь есть дневная и вечерняя анимационная программа. Живая музыка. В общем, это отель действительно 5 звезд. С высоким уровнем сервиса. С хорошей ухоженной территорией. С хорошей детской концепцией. В общем, отель супер. Рекомендую. И еще один отель, который я себе отметила. И он у меня в списке одних из лучших отелей Черногории. Называется он Пальман Бэй. 4 звезды. Я себе, знаете, пометила, что это отель новый в стиле спа. Находится он в обла. Вокруг горы и потрясающие виды. Можете посмотреть вот сейчас на видео, что с пляжем есть небольшая проблема. Конечно, его здесь в принципе нет. Но есть классная платформа. Очень крутая. И терраса с потрясающим местом. Где можно отдыхать на шезлонгах. Очень много мест именно для релакса. Везде на всей территории отеля расположены мягкие зоны. Где можно просто отдохнуть, насладиться потрясающими видами. И попить какой-нибудь коктейльчик или кофе. Номера просто шип. В таком классическом стиле. Отель абсолютно новый. Посмотрите, какие потрясающие здесь номера. В общем, этот отель мне тоже понравился. А еще расскажу про один отель, в котором мы остановились на несколько дней. И который очень запал мне в душ. Называется он Иберостар Герцог Нови. 4 звезды. Отель такой многоуровневый. И на ресепшене вы можете увидеть, как выглядит отель сверху. То есть очень красивый многоуровневый отель. С потрясающим видом на Бакакатурскую бухту. Пляж здесь галечный. И также есть платформа. Плюс ко всему, это отель с очень высоким уровнем сервиса. Номера здесь. Я засняла также ролик. Номера, смотрите, все стильные. Все новые. И питание. Конечно, питание просто шик. Чего там только за эти два дня я не попробовала. Чем только шеф-повар старался не удивить. Очень разнообразное питание. Вообще, я бы рекомендовала этот отель для молодожен, допустим. Или для пар с детьми. Вот, отель мне очень понравился. Про плохие отели я в этом ролике говорить не буду. Но, между прочим, я напишу полный перечень под видео всех отелей, которые я рекомендую. Потому что про все отели невозможно просто рассказать. А еще мы, конечно, не успели заснять это зрелище. Но говорят, что каждые два дня мимо отеля Iberostar, Герцог, Нови проплывают круизные лайнеры. Вообще, конечно, очень хотелось бы увидеть это зрелище. Говорят, что зрелище незабываемое. В общем, сегодня рассказала про отели Черногории, которые мне понравились. Конечно, они у меня в списке самых лучших отелей Черногории. Полный перечень я укажу под этим видео. То есть, про все отели просто невозможно рассказать в одном ролике. Поэтому, если у вас будут вопросы, звоните. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, касаемые Черногории. Также ставьте лайки, пишите комментарии. И подписывайтесь на наш канал. Получайте самую полезную и интересную информацию. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!